Всем привет! С вами снова Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас, раз я снимала, как я замачиваю семена перца до наклёвывания, я сразу вам скажу, что самый простой и распространённый способ замачивания это традиционный, на несколько часов до суток. Традиционным считается метод, когда мы замачиваем во влажной ткани или в дисках. Сейчас открою, подождите. Вот так вот укладываем семена, насыпаем и замачиваем. Достаточно 2 или 4 часа и можно их высевать. Это замачивание считается традиционным, потому что пользуются люди этим испокон века или во влажной ткани, или во влажном диске. Почему традиционное? Потому что сейчас очень много методов других. Есть метод бутерброд между двумя губками кухонными, мокрыми. Есть метод улитка, когда в ткань заворачиваем колбаской и замачиваем. Есть метод на подвесных. Если будет время, я потом все вам расскажу. Но вот этот для начинающих самый простой, самый элементарный метод замачивания между несколькими слоями влажной ткани или ватных дисков. Берете раствор питательный стимулятора, наливаете туда, впитается, когда диски полностью смочатся, и лишнюю воду сливаете, закрываете. Можно оставить на 2 часа, можно оставить на 4 часа. Многие замачивают для удобства в ночь. На ночь замачивают, утром немного просушив, начинают посев. Для хороших, нормальных семян, если у вас хорошее, нормальное количество достаточно, этого достаточно. Семена набухнут, они немножко пробуждаются, у них повышается всхожесть. Про наклёвывание я говорила, что наклёвывание до наклёвывания обычно делают только в исключительных случаях. Когда семян очень мало, когда они дорогие, или когда будете сеять одиночные посевы в кассеты без пикирования, без пикировки. Если вы будете пикировку всё-таки делать, то можно просто вот так замочить на 2-4 часа. Для нормальных, простых, хороших семян этого достаточно. До свидания. Вот этот был краткий видеоролик на тему Традиционный способ замачивания семян перед посевами. Просто влажную ткань, влажный диск, питательным раствором смачиваем 2-4 часа или на ночь и высевать. Всё, до свидания.